здравствуйте мои подписчики и гости моего канала вот такой хлеб чудесный вы можете испечь своими руками поверьте мне ничего сложного в этом нет готовится он абсолютно вот вот это все сделано из одного теста и вот посмотрите насколько он разный просто выпекала и растаивала я его абсолютно по-разному поэтому вот он вот этот батон и он более плотный видите он более плотный а вот этот хлеб он совсем по другу другой горячий конечно этот более рыхлый хлеб видите он совсем другой он и выше он более рыхлый я его только что достала конечно он еще горячий так не режут но я вам просто показываю что насколько он абсолютно разные вот этот плотный хлеб а вот этот такой рыхлый ну что предлагаю вам попробовать приготовить своими руками такой замечательный хлеб для начала я все время ставлю дрожжи чтоб они у меня немножко подошли отдельно но это можно сказать такой опарный способ для этого нам понадобится теплая вода вода должна быть теплой вам вашему пальцу должно быть приятно скажем так не горячо не холодно приятно поэтому пальцем проверите вот такое количество дрожжей у меня они живые ну вот буквально такой уголочек пачки добавляю в теплую воду эти дрожжи потом добавляю буквально прям ну чуть-чуть сахар сахарный песок для чего нужен сахарный песок дрожжям нужно чем-то питаться они быстрее у вас подойдут а и буквально ну вот такую вот щепоточку муки затем нужно это все перемешать до однородной массы все перемешали до однородной массы и оставили для того чтобы они у вас немножечко подошли живые дрожжи можно также заменить сухими на это количество продуктов с которым мы с вами будем делать хлеб понадобится приблизительно 10 грамм сухих дрожжей но можно их добавить и сразу муку но я бы вам посоветовала все-таки воспользоваться моим способом поверьте хлеб совершенно будет другой для того чтобы ваши дрожжи быстрее подошли их нужно поставить теплое место в моем случае вот сейчас у меня овощи варятся на винегрет я поставил сверху свою кружечку а можно еще сделать немного по-другому можно закипятить чайник взять у него перевернуть крышку и поставить вот сюда в тепло тоже так же дрожжи тоже будут быстрее подходить займет это у вас максимум 10 минут если дрожжи хорошие то они уже начнут быстро подходить следующие наши действия пока у нас с вами подходит дрожжи что мы делаем мы просеяли муку приблизительно это кило двести полтора килограмма уже я засыпала все суда в тяжу далее нам потребуется столовая ложка соли без горки вот прям даже вот видите она совсем даже не полная так дальше у нас потребуется с горкой две столовых ложки сахарного песка высыпаем 10 ложек подсолнечного масла высыпали пол-литра теплой воды вылили и вот пока мы с вами все это делали да у нас с вами уже начали пузыриться дрожжи больше я считаю что уже нет смысла поэтому сразу поливаем дрожжи и перемешиваем у меня это автоматический труд можно делать и ручным трудом ручным способом тесто мы с вами вымесили переложили его в чашу предварительно чашу смазали подсолнечным маслом тесто пусть вас не пугает она слегка прилипает к рукам вот оно такое вот должно быть вот такой небольшой шарик мы с вами скатали вот накрыли крышкой и оставили подходить ну что дорогие мои прошло полтора часа после того как мы поставили с вами хлеб и что мы дальше делаем у меня хлеб будет двух видов поэтому вот сейчас мы делаем аккуратненько такая лопаточка специальная есть для того чтобы не потерять нам лишние пузыри с вами мы вот так у час его аккуратненько с вами разрежем вот и у нас вот вот так вот этот у нас хлеб будет вот так вот мы его порежем на четыре части вот вот этот аккуратно вытаскиваем каждую часть лишних пузырей чтобы нам с вами не потерять не получается аккуратно вот и вот этот хлеб просто кладем ничего мы с не делаем прям как есть так мы его с вами укладываем формы вот вот прям как есть какие там есть пузыри там и останутся а следующий хлеб будем делать батоны что мы делаем смотрите мы его вот так вот растягиваем видите вот так вот растягиваем растянули положили его на стол видите вот так вот вот такой вот он и начинаем мы его с тобой с вами скручивать вот такими жгутиком и прищипывать чуть-чуть скручиваем и прищипываем и прищипываем чуть-чуть надеюсь что всем все видно вот тут уже пузыри уже будут выходить и хлеб будет более плотный и вот так вот мы с вами его прищипываем вот такие у нас с вами батончики получились так еще один вот уже также берем вытаскиваем видите какой он прям весь тянется вот так немножко растягиваем вот тоже самое начинаем делать дополнительного масла я не лила потому что в чашу было масло и этого достаточно ничего не делалось дополнительно вот видите растянули моего вот так вот с вами да и тоже опять начинаем вот так вот скручивать пальчиками применяем вот вот так вот и пальчиками применяем и вот они конечно у меня не одинаковые будут ну вот так вот мы пальчиками примяли вот такой еще один вот теперь мы берем сито и вот так вот аккуратненько на хлебушек хлебушек батончики наши присыпаем мукой так это мы присыпали и конкретно батон и берем лезвие и резкими движениями делаем вот такие насечки вот надеюсь что вам видно резкими движениями вот вот так все дорогие мои оставляем все в таком виде в помещении должно быть тепло оставляем еще минут на 30 а потом будем выпекать у нас с вами прошло 40 минут и мы отправляем наши батоны в разогретую духовку до 250 градусов с поддоном разогретом также с водой отправляем мы на 10 минут после этого мы с вами вытащим воду поддон аккуратно и убавим нашу температуру в печке до 180 градусов и вы будем выпекать еще приблизительно 20 минут наши батончики второй хлеб который мы отправляем формы будем выпекать немного по-другому температуру разогрели до 250 градусов бросили на дно нашей духовке лед и закрыли выпекаем также 10 минут сначала на температуре 250 градусов а потом убавим духовку до 180 градусов и будем выпекать также приблизительно 30 минут первый хлеб который мы с вами выпекали я его закрыла укрыла дала ему постоять и он у меня был салфеткой не салфеткой бумагой пищевой и полотенцем вот теперь он уже теплый и вот он у меня смотрите какой если бы я не укрывала так не делала то у него была бы прям знаете он бы был весь хрустящий сильно хрустящий а так как я все-таки люблю такой вот чтоб снизу был мягенький а сверху хрустящий вот курочка слышите не сильно слышно да хорошо ладно а вот этот мы только что достали с вами из форм он конечно этот я ставлю так он хрустит слышите стучит вот сейчас мы ему тоже дадим время остыть а потом мы его порежем я вам покажу насколько он разный вот этот я не буду укрывать а а а